Согласно новому законодательству, оплачивать коммунальную услугу по вывозу и захоронению ТБО должны и юридические лица и собственники жилья Бийска. Председателям ТСЖ в данном случае придется раскошелиться вдвойне. За организацию и за себя. Ведь многие в одном и том же доме работают и живут. Свои негодования люди высказали представителям регионального оператора и властям Бийска. Например, наше ТСЖ должно будет платить 38 тысяч вам только за то, что товарищ выкатит, извините, закатит вот этот вот и что-то там подметет. Кто будет открывать мусорные шахты в девятиэтажках и почему собственники должны доплачивать за то, что сотрудники регионального оператора будут убирать площадки после вывоза мусора? Вопросов у жителей Бийска много, а внятных ответов практически нет. То, что мы сегодня здесь собрались, уже это поздно. Нужно было на неделю, на две раньше собраться и вот эти вопросы уже расшить, приготовиться. В том числе и кто будет открывать эти камеры, по какому графику будут возить, кто будет за площадками смотреть, присматривать. Один из представителей управляющей компании Бийска предложил создать при администрации города оперативный штаб, чтобы контролировать работу оператора. Однако идею не одобрили, но уже сегодня при управлении ЖК Хабийска открыли горячую линию, куда можно звонить и сообщать о недочетах в работе рекоператора. Елена Кузовкина, Марина Волкова. Наши новости.